а вот теперь два принципа принцип один работы на рынке кто-то владея многим может выжить то есть там цены капец к оригиналу и живут они кто-то не выдержав валится но меньше надо было машин покупать кто-то продает оптом а таких мало строй урал опт из таких теперь вопрос телевидения блин я честно не хотел все тащить в одиночку но приходится господа телевизоры лучше когда вас кормит город и комбинат а так sorry господа ковырялки 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 не буду сегодня ничего говорить потому что это тогда иногда случается кое-что цепляется и потом повторение 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 хотя хотя я буду говорить о том что здесь и какие здесь цены так вот строй урал опти цены минимальные понимаете а рядышком есть такие же штуки они все это дело продают продают инструменты продают все что угодно но цены выше а здесь нет вы все берете и это все работает для вас прошлом своем сюжете сюда пришел просто и посмотрел здесь по кому-нибудь какая-то тишина то есть люди просто исчезают да но строй урал опт живет потому что он вам выдает те же самые дешевые и оптовые цены потому что он работает в большом количестве то есть берет и продает вам то есть если вы что-то хотите то место дешевле чем строй урал опт вам просто не найти понятно что здесь все круто но понятно что здесь все и стоит недорого то есть все смеси есть для вас просто берете настраивать и делайте и мне задают вопрос что такое евро ремонт так вот евро ремонт сейчас в россии делается по еврейским технологиям мы беремся дешево делаем красиво и получается тот самый еврей смысле евро ремонт вы по мне все видите да это я на себя так выкладываюсь потому что я вчера купил себе кое-что сейчас даже скажу где все это дело купил в строй двор или какой там строй рынок лента там те три знаете такое место это я про себя говорю вот такой диск я там купил за 55 рублей здесь 44 так нормальная цена да вот такие диски вот такие диски и в метро и кстати в том же месте стоит 90 рублей здесь 50 рублей ну пацаны но если вы ничего не понимаете другого варианта как приехать строю урал опт и для вас и не существует что видите на моей голове на моей голове увидите китай вы знаете мне китай очень нравится сейчас расскажу чем не китай нравится тем что китай сейчас ездит весь на электромобиль это точно приезжаешь смотришь как они ездят и начинаешь думать да когда же мы этим делом будем заниматься я уже всем нашим продавцам автомобилей говорил ребята у вас есть помещение ночью вам сложно перетащить автомобиль стоимостью там вот четыре с половиной тысячи долларов на электротяге 150 километров что не ездит ну что не ездит у нас город 15 комментов туда и обратно этого мне хватит год к слову о том что здесь продается здесь также продается исключительный китай мне чем китай нравится еще и летаю на электро самолетах сделано в китае так вот недавно сделал я серёжа взял болгарочку замечательная болгарка она не пинается представляете она потихонечку раскручивается чем вся штука эту мне интересно потому что у меня есть генератор три с половиной киловольта ну скажи мы мы может быть там чуть меньше получается да нормальная болгарка нас сразу вышибает а это не вышибает потихоньку раскручивается и все это дело пилиться при этом цена вопроса ну я вам серьезно говорю поищите где-то если дешевле найдете то это вряд ли потому что вы кое-что может сюда и принести то есть есть что-то старенькое отдайте и купите себе новое со скидкой ну про это ничего не будет говорить ну да ладно теперь мы проговорим о том что для моего дома необходимо так вот для моего дома необходим колонн потому что я собираюсь топиться дровами дрова это самое то что доктор прописал потому что ну-ка расскажите мне пожалуйста ну расскажите мне пожалуйста как мы с вами в смысле россияне и все жители этой большой большой и очень большой и самой большой страны в свое время татаро-монгольское иго подвинули до 200 лет но сдвинули окей дальше и быстр и быстрее дальше мы поговорим о помните наполеон бонапарт нам пришел тоже сдвинули зимой кстати зимой вот к слову о том дальше пришел совсем другой человек это адольф гитлер и мы также видно чем это чем мы топились ну задайте вопрос ну задайте себе вопрос вы что думаете там вас газ где-то будет газа не было газ это извините капельницы помните капает 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 штучка для кого же капает штучка для наркомана вы хотите стать своим наркоманом наркоманом для государства но может быть вы и хотите никаких проблем нету но я не хочу то бишь чем сторона наша хороша тем что у нас очень-очень большое количество леса да и очень большое количество лес также страдает ветер прошел завалились ветра нет и не надо ничего вот то бишь мы сейчас говорим о технологии длительного горения топлива она используется в пиролизных печах я как человек который получил замечательное образование так вот у меня теплоэнергетическое образование на высоком уровне и 5 баллов ставили я вам говорю что да кроме все прочее еще поступала в магнитогорский государственный университет на где-то технических наук так вот мы сказали что пиролизная печка она будет хорошо работать так вот эти пиролизные печки не настолько хороши что вы просто возьмете себе 20 кубов распилите пускай год они высохнут и тогда утречком 20 килограмм в печечку через 12 часов еще 20 килограмм в печечку по себестоимости работ это гораздо вкуснее чем газ уж поверьте мне и вот для этого нужны колонны кроме всего прочего колонны его разные есть и конечно копейки стоит это вот то что супер 269 275 пожалуйста кое-что еще обратил внимание просто человек пришел ко мне и вот обыкновенной лебедочкой вот она здесь лебедочка вот она ведь лебедочка все это дело не разрушил принципе мы говорим о чем если вы хотите бизнесом заниматься но строить почему бы и нет мы как-то говорили про эти армитизы вообще как бы говорить про мете за магнитогорске это надо просто вы не должны про это рассказывать потому что что такое магнитогорск так вот магнитогорск то металлургический город а в металлургическом городе есть замечательные мисисное производство торте и то гурва кингиты з salahis или завод он же стал подразделением намокая достаточно вдов но поэтому roku maki за то есть мы не можем говорить о том что нас нет металла, это металл у нас как у дурака Махоркина. Мы не можем говорить про метизм, потому что мы эти метизы и производим, любые метизмы, но есть те вещи, которые нигде не производятся. Когда мы все это дело смотрим, где что-то делается и сколько это стоит, я вам серьезно говорю, у нас тоже много-много-много разных метизмов, но во много-много-много разных метизмах я заходил и удовольствия не получал, потому что я и на самолетах тоже летаю и мне иногда нужны закручивающиеся штучки, а их нету, так проще сюда прийти, потому что здесь все есть. Единственный вопрос, они не работают ночью, маленькая проблема есть, ну и к слову о том, что должно быть, это замечательные сверла, дешевле чем здесь нет, сто процентов, не найдете. Строю Ролопту практически пять лет, да вы столько же с ними работаете? Только с ними работаю и собираюсь дальше работать. По какой причине? Это просто дешевле в два, в три раза. Вот эти диски, про которые говорили, по 16 рублей отрезные диски, я в городе купил с дуру по 32 рубля, просто... В два раза, извините. А, да, выходной день был, Ну, некуда деваться. Профессиональная тема. Так вот, профессиональная тема, здесь не стоит вообще никаких денег. 250 рублей. Один баллон на трек на... То бишь, ну, вы это тоже сами можете сделать, потому что я посмотрел, ничего там сложного нет в этих окнах. Мало того, если вы, допустим, переехали, а посмотрите внимательно, в вашем новом доме, может быть, такие окна есть, потому что я смотрю, разрушают, а люди покупают окна. Какой смысл? Приехали сюда, взяли одну пену, все это дело внутри поставили, и вы экономите, кстати, и на окнах в том числе, если вы ставите пластиковые окна. И вот о чем мы сейчас говорим. Как всегда, о цене. Дешевле и вкуснее. Это принцип моей работы. И кроме строя Уралопта вам не найти. Я катаюсь везде. Поверьте мне. Нету ни одной точки, куда бы я ни заехал. Нету в этом городе. Но вещь-то простая. По советской, до вокзальной, далее на соленое, поворот направо и в угол торговых рядов на автомобилистов. Маленький нюанс, это время работы. Хотелось бы, конечно, чтобы подольше, но люди любят отдых. Моя супруга мне говорит, Леш, а давай дом огородим. Чем мы будем дом огораживать? Есть такая штука, как сетка, сделанная из углепластика. Есть такая сетка. Но еще и раньше ставилась обыкновенная сетка рабицы. Сейчас попрошу камеру немножко опустить. Вот посмотрите внимательно. Вот видите, вот эта сеточка рабица. Понимаете? Просто поставили и живете. Плюсом ко всему, через такую сетку никто и не пролезет. И она тоже стоит очень дешево. Как и все то, что продается здесь. Потому что здесь люди на вас не зарабатывают. Если человек живет в саду, естественно, ему больше ничего не надо. Небольшой уровень дохода и все нормально. То есть вы должны понять, кто работает для вас, а кто на вас деньги зарабатывает. Так вот, я сейчас объясню ситуацию. Здесь также люди ездят. Ну, у них, они работают, и не такая дорогая машина у них есть. Гораздо хуже, когда вы приходите, когда приезжает человечек так, а он взял машину в лизинге, там, допустим, кукурузер 200. Вообще, у меня тут бред. Бред, бред, еще раз бред. Нормальные машины, нормальные машины во всем мире, так это, извините, только Мерседесы. АМГ 6,3. А кукурузеров 200 в Америке просто не существует. Там они ездят на секвуе. Вот это большой автомобиль. А кукурузер, вы знаете, он даже никуда и не залезет. Один удар, и ему все развалилось. Вам такое нужно? Нет, не нужно. Поэтому прежде чем вы придете к кому-то, просто ради прикола, зайдите вечером, посмотрите, на чем ездить. Потому что ваш лизинг – это цена вашего товара. Вам это надо? Мне не надо. Поэтому я здесь беру все. Встрою уралокти. Дешево и сердито.